Рустам Ибрагимов, отсидевший 18 лет по обвинению в убийстве политикалтенбека Сарсенбаева и его помощников, заявил, что не совершал преступления и просит пересмотреть дело. По словам осужденного, в 2006 году во время следствия и суда он выполнял указание Рахата Алиева в тупору зятя президента Казахстана Назарбаева, а также Альнура Мусаева. Ибрагимов настаивает, что сделал это вынужденно ради безопасности своей семьи. По его словам, в 2012 и 2014 годах он тоже действовал по указке КНБ. В 2014 году дело пересматривали, в прокуратуре заявляли, что основанием стали новые показания Ибрагимова. В 2012 году опять приезжают, опять не зарегистрировали, не приняли, нужно сделать так, надо убрать Касымова с этого дела, надо убрать Баужана Мухаммеджана, надо убрать Цусупекова, генерального прокурора. Надо оставить только Рахата Алиева и Мусаева. Я сказал, хорошо. Ибрагимов называет людьми Рахата Алиева, Калмухаммеда Касымова и Баужана Мухаммеджанова, которые возглавляли Министерство внутренних дел. По словам Ибрагимова, эти люди мешали расследованию и тогда, когда Алиев выступил против своего тестя и попал в опалу. Кто же на самом деле совершил убийство Сарсенбаева, Ибрагимов не сказал. Калмухаммед Касымов не ответил на звонки Азаттыка, а находившийся в тот период его подчинения главный следователь Гашима Шанло, не захотел отвечать на вопросы. Можете, пожалуйста, ответить на обвинение осужденного Ибрагимова в выдвинении против вас? Ничего не знаю. Правда, что вы были человек? Когда я разговаривал с Аль-Нуромом в последний раз, он мне сказал, что меня вызовут в полицию. Наши люди. Все, что я должен был перекинуть, и то, что скажет, необходимо делать. Я его прям за галстук так схватил, начал с ним ругаться. Я говорю, это подстава. Он просто вот так сел, говорит, ты меня можешь убить, придушить. Говорит, ну против Рахата ты не пойдешь. Бывший глава Комитета национальной безопасности Аль-Нур Мусаев, сейчас проживающий в Астрии, недавно в интервью журналисту Инге Иманбай вновь заявил о своей непричастности к этому делу. Он считает новую волну обвинений очередной политической игрой. Все попытки увести, значит, убийц Сарсимбаева, переадресовать это в сторону Мусаева и Алиева, является, ну такой ложным следом, что ли, для того, чтобы, поскольку мы попали в опалу, и в связи с этим, на мой взгляд, администрация президента, сам Назарбаев, видимо, приняли решение с Утимбаева и Абыкаева перевести стрелки на нас. Нурсултан Назарбаев в своих объемных интервью последних лет ничего не говорил о смерти Алтенбека Сарсимбаева. В его последних мемуарах нет ни одного слова об этом. Потерпевшая сторона обвиняет экс-президента в том, что он оказывал давление на расследование и несет прямую ответственность за произошедшее. Рустам Ибрагимов считает, что сейчас во власти нет людей, которые бы помешали новому расследованию дела. Его адвокат Булат Умаров также говорит, что многие вещи остались нераскрытыми. Умаров уверен, что единственная вина Ибрагимова в том, что он перевез Сарсимбаева из одного места в другое на своем автомобиле. Интервью Ибрагимова было записано 17 января. Его предложила и записала депутат Кустанайского областного муслихата от партии Акжоу журналист Александр Сергазинова. Она говорит, что администрация тюрьмы «Черный Беркут» в Житикарев, где в том числе содержатся особо опасные преступники, приговоренные к пожизненному заключению, легко согласились на визит СМИ. Азатык обратился за комментарием в Комитет уголовно-исполнительной системы, но ответа пока не получил. Один из лидеров казахстанской оппозиции, Алтенбек Сарсенбаев, и его помощники Боржан Байбусына Василий Журавлев были убиты в феврале 2006 года. Их тела были обнаружены в пригороде Алматы. В 2006 году заказчиком был признан экс-руководитель аппарата Сената Иржан Утимбаев, которого осудили на 20 лет. Исполнителем признали Ибрагимова. В 2014 году Утимбаев был освобожден, так как Ибрагимов изменил показания и заказчиком убийства назвал Алиева и Мусаева. Алиев в феврале 2015 года был найден повешенным в одиночной камере в австрийской тюрьме, где-то ожидался суда по другому громкому делу. Утимбаев умер в 2018 году.